Обманутые надежды. Дом на Подгорной 19 впору относить к категории долгостроев. 186 семей ждут новоселья уже два года, но никак не могут въехать в свои квартиры. Срок сдачи объекта переносился уже пять раз и кажется продлится это до бесконечности. Одинокая высотка посреди частного сектора. Этот дом виден далеко за пределами Жуковского моста. Баннер информирует, многоэтажку достроят уже совсем скоро. Однако те, кто уже купил в нем квартиры, написанному не верят. Сдать объект строители должны были еще в конце 2019 года, но и сейчас, как уверяют собственники, работы не ведутся. Я живу на Омской, здесь вот рядышком. Езжу постоянно по этому мосту. Два раза в день минимум. И здесь вот как-то было оживление буквально две-три недельки. Это было в мае, перед приездом мэра. После приезда мэра Оксаны Фадиной здесь полная тишина вообще. То есть если до этого здесь пять-шесть машин стояло, видно были какие-то работы, сейчас ничего не происходит. И плюс поступает информация о том, что подали в суд на банкротство Геоторга. Там одна компания, вторая компания. Это беспокоит. Для меня вообще это первый опыт, так сказать, покупать квартиру на этапе стройки. И прям вот очень негативный, прям очень пугает. Многие из этих людей живут в кредит, отдав все накопления на квартиру в этом доме. Ипотека, долги, мат-капитал, ежемесячные платежи, съемное жилье. Это сегодняшние условия выживания каждого из них. В полном смысле дурно становится, что уже скоро до скорой помощи дойдет. И, наверное, сейчас вы чувствуете, как голос дрожит. Это ненормальное явление человека. Вот внутри недоверие развили. Большое недоверие. Разве можно так обманывать? Это не слезные слова. Это просто несправедливое понимание людей, для которых вы захотели сделать хорошее дело. Обман получается. Готовность объекта 95% утверждает представитель генподрядчика. Но у Гостройнадзора более 70 замечаний. Ведет стройку компания «Геоторг», более известная как один из активов Вячеслава Авдошина. Этот предприниматель строит жилые дома с большими сложностями, где крайними всегда бывают амичи. С одной стороны, пожалела. Но с другой стороны, у меня просто другого выбора нет, как дожидаться этой квартиры. На левый берег нет возможности ехать и жить. Или куда-то на окраину. А здесь, конечно, тяжело очень, потому что приходится как-то, не знаю, изворачиваться. То в одном месте живу, то в другом месте. Квартиру я не снимаю. Ну, с родителями живу. Тяжело, конечно. И ждем мы все. И действительно давление скачет у нас уже у всех. И переживаем очень сильно. Появление нашей съемочной группы и собственников квартир возле проблемного дома у строителей вызвало почему-то негодование. И они, наверное, для собственной защиты пригласили наряд полиции. А сам Авдошин, видимо, испугавшись, не приехал, прислал своего представителя. Он, в свою очередь, никаких проблем на объекте не заметил и пообещал в скором времени отпраздновать долгожданное новоселье. По сетям мы свои работы до 10 июля выполним. И я думаю, что дом будет подключен. То есть, соответственно, останется фасадное решение и некоторые недочеты, которые остались, ну, вот по квартире, по договорам и так далее. А, собственно, когда ключи получат? Это все-таки вопрос, наверное, подрядчику. Но мне кажется, что в конце июля ключи можно выдавать спокойно. Но спокойно на душе у людей от его слов не становится. Тем более, что совсем недавно спокойствие пыталась вселить в обманутых людей мэр города Оксана Фадина. Оказалось, лишь еще более разозлила. Сюда приехала целая комиссия от администрации, очень много народу. Они прошли внутрь дома, все посмотрели, вышли во главе с госпожой Фадиной. Она побеседовала с местными жителями, всех успокоила, сказала, здесь порядок наведут, потому что здесь нет ливневой канализации, там топят дома людей. Она сказала, мы все решим, мы все сделаем. Три недели никого нет. Просто я каждый день езжу по этому мосту на работу и с работы. Я каждый день приезжаю на стройку вечером. Я не вижу никаких абсолютно изменений, ну, по крайней мере, снаружи. Ничего не вижу. По имеющейся у нас информации, рядом с этим домом в скором времени должен появиться торгово-развлекательный комплекс. Уж его-то, уверены люди, строить будут ускоренными темпами. А ввод в эксплуатацию этого дома, со слов Оксаны Фадиной, отодвигается уже на август месяц.